Это уже следы коррозии, потому что, сами понимаете, 80 лет проживать в земле, металл достаточно все-таки не так уж соустый. Ученики 20-й школы из Подресского внимательно рассматривают реликвии и словно на машине времени переносятся в прошлое. Здесь каждый предмет по-своему уникален. Он хранит память о героях и событиях прошлых лет. Здесь подлинные фронтовые письма, артефакты солдатского быта, документы и награды. Здесь очень интересно. Надо знать о этой времени, так как там воевали родные, близкие погибли. Тарасов Лев, Виноградов Василий, Кондратов Тимофей. На каждом шелковом платочке детскими руками вышиты имена солдат. Это выпускники нынешней школы «Триумф», погибшие в годы Великой Отечественной войны. Экспонат современный. Таким образом, сегодняшние школьники выразили свое уважение к подвигу героев прошлого. На фестивале школьных музеев в Артишоке прошлое и настоящее слилось воедино. Кроме артефактов Великой Отечественной войны здесь представлены современные экспонаты, в том числе трофеи, формы и талисманы бойцов специальной военной операции. Без прошлого нет будущего. То есть, если мы забудем, то, к сожалению, история, она циклично, она повторяется. И будет, опять же, повторение тех или иных событий. Поэтому необходимо помнить и чтить. Ну и, как говорится, человек жив до тех пор, пока о нем помнят. А вот это уже экспонаты мирного времени с советских времен. Парта, перьевая ручка и знакомая многим школьная форма с белым фартуком. В фестивале участвуют 19 школьных музеев. Каждый из них представил свою экспозицию. 20-я школа из Подресского тоже не осталась в стороне. У них свой стенд. Я узнала сегодня то, что немцы не могли выговорить слово «дорога». И поэтому их отличали. Как бы это было такое проверочное слово. Немец это или не немец. Посетить фестиваль школьных музеев может любой желающий, независимо от возраста. Юлиана Мазырина, Дмитрий Почаров. Новости Химки ТВ.